Вдали от городской суеты царят совсем другие законы. И их необходимо соблюдать. На страже инспекторы охраны животного и растительного мира. Добрый вечер. Добрый вечер. Государственный инспектор охраны животного и растительного мира. Приведите, пожалуйста, документы на право охоты. У Алексея Жишко, любителя с 10-летним стажем, все бумаги с собой. И удостоверение на право охоты не просрочено, и разрешение на право ношения оружия имеется. Про таких, как он, говорят. Хлебом не корми, дай только пострелять. Для охотника самая главная цель – это метки выстрелов. И адреналин, и драйв, отметка выстрелов от попадания в цель. Вот это самое главное. Мясо – это уже второстепенное, это уже продукт охоты. А самое главное – выстрел. Выждать зверя, подойти скрытно, бесшумно. Любая добыча копытных животных происходит в присутствии егерской службы. Каждого записывают в путевку. Перед началом опытный лесничий проводит обязательный инструктаж. Эту территорию он знает как свои пять пальцев. Сычковская охотодача. Мирадинского лесничества. 147-й квартал. Это вот кормовое поле. Кормушки, вышки. Для наблюдения, для отстрела диких животных. Сюда приходят зайцы, косули, дикие кабаны и даже лоси. Привлекают их зерновые отходы овса и близость водоема. На зиму поле засевают озимым рапсом. Это естественная подкормка для диких животных. А вот и солонец. Кусок каменной соли – настоящее лакомство для лесных жителей. Манок – специальное приспособление для подзывания самца косули. Слыша такой звук, животное думает, что его издает соперник и идет охранять свою территорию. Охотники забывают, например, уплатить государственную пошлину. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 15.7. В случае ничего не добычи. А если, не дай бог, он что-то добывает, то, соответственно, уже уголовное наказуемое деяние, так как уплата государственной пошлины является одним из основных документов, прописанных в правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты. Когда все по правилам, настоящему профессионалу под силу любая добыча. Тем более, что в лесах Бобруйского района ее предостаточно. Самый удачный трофей – это был козел. Буквально недавно добыт с подхода, ночью с тепловизором. Охотник Алексей Жишко признается – обязательно научит промыслу маленького сына. А пока регулярно привозит домой трофеи из дикой природы. Мария Бушкевич, Максим Галеонко, Бобруйск-360.